Шоу 2033 год прошло уже много лет с той самой войны, которая уничтожила все население Америки и вынудила оставшихся, выживших, спуститься глубоко под землю. Я всю жизнь прожил на этой родной станции, ни разу не видел белого света, потому что на улице бушует радиация и свирепые монстры, туда выходить опасно. То же самое можно сказать и про туннели метрополитенов, но сегодня у нас появился лучик надежды, потому что группе инженеров удалось починить ядерные боеголовки и они готовы к запуску. С помощью которых мы надеемся уничтожить всю нежить, которая обитает на улицах и вернуться к нормальной жизни, выбраться из этих стен метрополитена. Но нужен смельчак, который отважится подняться на самую высокую точку Лос-Антоса и пометить точку сброса ракет. Добро пожаловать в GTA 5 и сегодня именно мы станем этим счастливчиком и попробуем выставить небольшой кусочек сюжета из легендарной игры Метро 2033. Уверен тебе понравится это видео, поэтому не пожалей своего зверского лайка, а также подписочки на мой канал. Я еще ни разу не покидал стены своей родной станции, но сейчас мне придется это сделать, но отправляться в эти туннели без оружия и без хорошего снаряжения и патронов опасно, поэтому мне нужно найти Петровича, который мне сейчас даст хоть какое-нибудь оружие. Итак, Петрович, настал наконец-таки тот самый день, мне нужен хороший ствол, самый лучший, что у тебя есть и как можно больше патронов. О, малый, много вопросов за такой хороший ствол, мне от тебя нужна хорошая оплата. Какая еще оплата, Петрович? Я спасаю человечество, я пытаюсь нам помочь, а ты требуешь с меня какую-то оплату. Давай-ка не дерзи мне, Петрович, давай свое самое лучшее оружие. Эй, сынок, ты мне сам тут не дерзи, вот берез твол. Что это? Что это? Что это за несчастный пистолетик? Как я буду сражаться с монстрами с этим несчастным пистолетиком? Блин, Петрович, Петрович, блин, жадный говнюк. Ну ладно, придется отправляться в туннели метрополитена, где кишит куча монстров с помощью этого пистолета. Но выбираться наружу в одиночку точно опасно. Сначала нам нужно добраться до следующей станции по нашему маршруту и взять оттуда парочку желающих ребят, которые хотят выйти наружу, посмотреть на дневной свет после стольких лет тьмы. И уже вместе с ними двигаться к выходу. В любом случае, выход с этой станции замурован. Точно так же, как и выход со следующей станции, нам нужно добраться до третьего пересадочного узла, откуда и есть единственный выход в город из этого метрополитена. Все, я отошел от станции. Здесь уже нет ни освещения, ни электричества. И все кишит радиацией. Радиоактивными крысами и различными тварями. Я не знаю, на что я рассчитываю, но в принципе, проход между нашими станциями должен быть весьма свободен, потому что здесь постоянно курсируют торговые поезда. Ну как поезда? Торговые вагонетки, можно сказать. Так что, думаю, здесь нам ничего не угрожает и лучше поторопиться. Слишком долго оставаться в этом туннеле я не хочу. О нет, я, кажется, слышу рычание. Судя по всему, кто-то все-таки смог прорваться через вентиляционные отверстия снова в эту канализацию. Да, я их вижу. Блин, какую канализацию, метрополитен. Они бегут прямо на меня. Черт побери, у меня много патронов, конечно. Петрович не обидел патронами, но просто так пистолетиком с ними не справится. Так, немного постряли по ним. Черт побери, мне бы хорошее оружие. Может быть, где-нибудь здесь что-то позволялось у нас. Нет, ничего не завалялось. Я уже близко к этой станции. Судя по моим ориентирам, я уже близко, потому что все вот эти вот метрополитены, они были изучены задолго до меня. Да, господи, сдохните же вы, сволочи такие. Паразиты, паразиты земные. Вот такие вот тварины стали появляться после той самой войны. Не знаю, от радиации или еще от чего. Фух, все-таки смог я с ними расправиться. Ладно, давайте оставим эти трупы здесь. Нам пора двигаться дальше. И как можно быстрее. Мне уже хочется выбраться до следующей станции метро и выпить пивка. О да, я увидел свет, значит мы уже близко. Главное не поднимать оружие. Нужно сделать полностью мирный вид. Между нашими станциями заключен союз. Есть, конечно, станции, между которыми мы враждуем. И там засели бандиты, с которыми лучше не вести хороших отношений. Но с ними у нас мир. Поэтому не стреляйте, не стреляйте. Я свой позывной Андромеда. Андромеда, повторяю, Андромеда. Хотя, блин, тут даже охраны нет. Вот листый человек, который здесь стоит. Ну что же, на этой станции мы как раз-таки и должны завербовать хотя бы несколько человек, которые будут готовы отправиться вместе с нами наружу навстречу неизвестности. А еще я рассчитываю на этой станции получить нормальное оружие. Потому что с пистолетом наружу я отправляться точно не собираюсь. Нам нужен какой-нибудь автомат, какие-нибудь, может быть, гранаты. Ну или другие штуки, с помощью которых мы можем бороться со тварями наверху. Но сначала, конечно же, выпьем пивка. Слушай, мужик, а ты вроде настроен по-боевому. Как насчет того, чтобы отправиться вместе со мной наружу? Мне нужны помощники для запуска ядерной ракеты по центру Лос-Антоса. Отлично, он согласен. Да, он, конечно, немного пьяный. Но пьяные ребята нам тоже подойдут. Они гораздо смелее. Плюс у него при себе есть автомат калашников. Это шикарно. Теперь осталось найти еще парочка человек. Мэм, я уверен, вы идеально нам тоже подойдете. Готовы отправиться в путешествие? Она тоже согласна. Блин, ну просто команда мечты. Лучше придумать невозможно. Опа, гэнгстер, гэнгстер, хватит любоваться на эту дамочку. Таких дамочек больше не будет существовать. Это пережиток прошлого. У нас новая эра, и ты нам поможешь. Ну что ж, я думаю, что команды из четырех человек, включая меня, нам хватит. Осталось только найти Сидоровича. Сидорович здесь заведует оружием. А вот, кстати говоря, и он. Сидорович, мне нужно самое лучшее оружие. На улице очень опасные монстры, а мне именно туда и надо. Поэтому дай мне что-нибудь подходящее. О, сынок, много вопросишь. Денежки-то где твои, а? Денежки Сидорович хочет увидеть. Блин, Сидорович, но как так-то? Какие деньги? Я же благое дело делаю для всех нас. Ладно, подожди здесь секундочку. Сейчас найду я тебе деньги. Братюня, много насобирал здесь? Дай-ка мне, пожалуйста, в долг немного здесь. Ладненько? Спасибо тебе огромнейшее. Добрейший ты человечек. Всё. У него аж две тысячи патронов. На две тысячи патронов сейчас Сидорович мне ого-го сколько даст. Итак, я прикупил у Сидоровича автомат, калашниковый. Не просто какой-то там, а золотой. И ещё несколько гранат. Самое главное, патроны. С боеприпасами у меня теперь никаких проблем. И в принципе, я полностью вооружён и готов отправляться наружу. У меня есть в запасе противогазы. У меня есть в запасе аптечки. Теперь мы готовы к большому походу. Боже мой, здесь туннели ещё более жуткие. Неудивительно, что сюда все боятся ходить. Вы как? Держитесь там? Не боитесь ничего? Хорошо. Нам нужно продвинуться, главное, до гермодвери. За гермодверью мы будем чувствовать себя в безопасности. Но до неё ещё шагать и шагать я так чувствую. Ой-ой-ой, впереди поезд-призрак. Да, здесь бывает и такое. Так, нам нужно освободить ему дорогу, иначе он нас собьёт. Быстренько, быстренько, быстренько. Все сюда живо. Уходите с путей. Уходите с путей. Поезд-призрак уже здесь. Лучше вообще от него, блин, как можно дальше уйти. Какой же жуткий и этот метрополитен. Так, проезжай, проезжай и уезжай как можно дальше. Фух, ну блин, это похлеще монстров, которые сейчас, скорее всего, на нас будут здесь нападать. А вот и они, а вот и они. Огонь по ним, срочный огонь по ним. Блин, их здесь гораздо больше. Самая толпа пытается на нас напасть. Блин, может быть, перейти в другой туннель. Там есть соседний ещё, но там ещё больше радиации, всякие радиоактивные грибы. Отходим, отходим, отступаем потихонечку. Блин, нашу даму, нашу даму пытаются завалить. Отступаем, отступаем. Господи, господи, как же их много. Может быть, поможете мне стрелять по ним, пожалуйста, а? Там осталось буквально парочку. Парочку этих козлов. Так, нужно перезарядиться. Перезарядка. Стреляйте, стреляйте, парни! Девушки! Так, они встают, они встают и продолжают нас переть. Это просто пипец. Может быть, пока не поздно вернутся обратно на станцию и не возомняйте себе какого-то героя. Я же не герой. У меня сейчас закончатся боеприпасы, мы застрянем в этом туннеле. Застрянем навсегда. А может быть, мы превратимся в какого-нибудь из этих монстров. Кто знает. Не подходи ко мне, ублюдок. Блин, как же их здесь много. Я не ожидал, что в этих туннелях их действительно так много. Очередной поезд-призрак. Господи, бежим! Бежим! Поезд-призрак приближается. Боже, он уже здесь. Главное, чтобы он меня не сбил. Фух, проехал прямо мимо меня. Так, вы нормально? Отпрыгнули? Хорошо, хорошо. Что же, с монстрами расправились. С поездом-призраком расправились. Осталось добраться до герма двери. Наконец-то! Станция Дель Пьера. Станция, про которую ничего не известно. И единственная, из которой можно выйти прямиком в город. И в принципе, это видно потому, что здесь происходит. Здесь куча трупов. Куча расчлененных тел. Видать, не мы одни пытались выбраться в город, но мало у кого получалось. Либо вернуться назад, либо в принципе выйти туда. И что же, давайте попробуем сделать это мы. К сожалению, на улице радиоактивная зима. Вот уже как прямиком 30 с лишним лет выпал снег и продолжает идти ежедневно. Итак, ребята, вы готовы? Вы готовы увидеть Лос-Антос 2033 года? Я лично готов. Итак, мы на улице. Боже мой. Я представлял все это совершенно иначе. Что здесь произошло во время войны, так до сих пор здесь и осталось. Город буквально умер в ожидании чего-то нового. Его уже не восстановить, но монстры, которые здесь битают, от них нужно избавляться. Итак, наша задача сейчас добраться до поселения инженеров, которые смогли починить эти ядерные боеголовки. Они их починили, но боятся выдвигаться на самое высокое здание в Лос-Антосе, чтобы пометить точку сброса. Ну и как вы уже поняли, это сделать необходимо нам и моим, эээ, моим компаньонам. Эй, вы где? Вы блин где? Пожалуйста, не уходите мне далеко, нам нужно держаться вместе, иначе эти монстры загрызут нас поодиночке. Я уверен, они любят охотиться на как раз таки одиночные цели, чтобы никто ничего не замечал. Я что-то слышу, кажется, нас запалили, кажется, нас заметили. Чёрт побери, он здесь! Он притащил меня к себе, он меня избивает, парни! Помогите мне! Мужики! Мужики! Мне же сейчас не жить здесь! Господи, что это за мутант такой? Я вообще не ожидал такого от этого дела. Ух, чё за дерьмо-то! Сдохни, коза... Боже мой, он просто издевается надо мной! Что это за чертовщина? Помогите мне! Помогите! Вот же он прямо перед вами! Помогите мне! Чёрт побери, я даже не могу ничего сделать, он просто хватает меня и... Ах, он меня пытается сожрать! Он просто пытается меня сожрать! Ау! Это ужасно! Он схватил нашу даму! Он ещё кого-то схватил! И опять меня схватил! Ну что ж ты будешь делать? Что это за бигня такая? Что ты такое? Умри! Умри, зло, умри! Блин, я даже не знаю, сражаться с ним или просто убегать как можно быстрее. Я думаю, надо убегать. Ух, мне удалось от него сбежать, но я опять потерял своих ребят, и я не знаю, что с ними случилось. Возможно, этот монстр просто взял и переключился на них, и их сожрал. Выходит, что дальше мне придётся двигаться в одиночку. Я надеюсь, что они найдут путь обратно в метрополитен. Они меня в принципе могли, они, так скажем, отвлекли это чудовище на себя, и это позволит мне двигаться дальше. Именно от таких тварей нам и нужно избавить его Сантос. Именно для этого нам и нужно сбросить ядерную боеголовку на этот когда-то прекрасный город. Я, конечно, не знаю, был ли он прекрасным, потому что я родился в метрополитене, я всю свою жизнь жил в метрополитене. Надеюсь, прекрасным он всё-таки был. Так, а это что ещё такое? Я выбрался на какую-то очередную улицу, но здесь стоят странные люди. Эй, вы выжившие? Они себя ведут совсем непонятным образом. Эй, отзовись! Лучше я его убью от греха подальше. Я не знаю, какую опасность он может для меня представлять. Остальных тогда, я думаю, надо обойти как-нибудь сторонкой, чтобы они меня не заметили. Блин, заметила. Проходи мимо, не обращай на меня внимания. Всё, давайте перелезем это с дерева и будем двигаться дальше. Мне до поселения выживших инженеров двигаться ещё несколько километров. И, к сожалению, двигаться мне нужно именно вот по таким вот разрушенным радиоактивным улицам, где обитает хер пойми кто. Она бежит на меня. Она бежит на меня. Стой! Стой! Блин, хотя что я прошу её остановить, нужно избавляться от всего аномального дерьма, которое я вижу перед собой. Несколько часов я пробирался по улицам Лос-Антоса, прежде чем заметил канализацию, которая проходит под всем городом. И, на удивление, эта канализация уцелела. По ней я и смог добраться до выхода. Этот выход, по идее, меня и должен вывести из радиоактивной зоны. Эти инженеры живут на улице только по одной причине, потому что здесь нет радиации. Каким-то образом осталась зона, где её всё ещё нет. Получается, что здесь процветает жизнь или что? Ну, конечно, природа потрепала и эти места. Природа взяла своё повсюду. Но где-то здесь должны быть выжившие. Где же они? Как бы там ни было, нужно быть всё равно на чеку. Я вижу, что здесь очень много мусора, много вещей, даже горит свежий костёр. А значит, что поселение должно быть где-то поблизости. Может быть, это костёр дозорного? Да, я смог выбраться к ним. По этим обломкам я смог до них добраться. Они уже даже ворота мне открывают. Что же? Это надежда. Надежда, что человечество будет спасено. Сейчас мне необходимо взять устройство для наведения ракет. После чего подняться на самое высокое здание в Лос-Антосе и пометить точку сброса. Логово этих монстров, которые обитают в Лос-Антосе. А вот, судя по всему, и главный. Что ж, инженеры, я вами горжусь. Я готов вам поаплодировать и я смог до вас добраться. Теперь осталось так же успешно добраться до самой высокой точки и мне не помереть по пути. Потому что если я помру и потеряю это устройство, то всё будет потеряно. Так, и какое из этих устройств мне нужно? Что здесь вообще лежит? Какие-то коробки, телевизор, ноутбук, наушники. А где устройство для запуска ракет, извините меня? Ах, вот оно. Но нужно быть с ним поаккуратнее, потому что если выстрелить из этой штуки, то ракеты полетят прямо сюда и здесь всё разнесёт ко всем чертям. Ладно. Уберём её, пожалуй, подальше от греха. Возьмём обратно автомат Калашникова и отправляемся в наше последнее приключение. Они мне, к счастью, разрешили взять их машину, чтобы добраться до центра Лос-Антоса и чтобы не пришлось пробираться снова по этим канализациям и мимо всяких монстров, которые там обитают. Надеюсь, эта машинка меня защитит. Выглядит она весьма прочно. Что же, пожелайте мне удачи и открывайте ворота. Надеюсь, и вы мне тоже пожелаете удачи, ребята. Эта дорога была долгая и опасная, но я добрался. Добрался до центра Лос-Антоса и теперь не могу проехать через маленький камушек. Великолепно! Вот он какой центр Лос-Антоса. Неужели мне придётся сейчас здесь выходить? Как же мне не хочется это делать, потому что я уверен, что именно здесь больше всего этих монстров, этих чертей, которые здесь обитают и бегают туда-сюда. Я их уже слышу, да. Я уже слышу, как они вылезают из своих норок. Мне нужно защитить оборудование. Мне нужно защитить его и добраться как можно быстрее до наиболее высокого здания. Куда мы будем подниматься? А, вероятнее сюда. Хотя сюда, наверное, не поднимешься. Плюс сюда рухлое другое здание не очень богопоучно и надёжно. Наверное, нам нужно подняться вон на тот небоскрёб. Давайте туда двигаться, пока мы не привлекли слишком много внимания. Плюс, скорее всего, уже скоро начнёт темнеть. Так, что здесь лежит? Парашют? Что здесь делает парашют? Ну, кстати говоря, этот парашют мне пригодится, чтобы спрыгнуть с этого здания обратно вниз, после того, как ракеты будут сброшены. Рядом с этим зданием есть огромный башенный кран. Я в шоке, как он уцелел. Но я думаю, именно с помощью него мы сможем подняться на самую верхушку. О нет, о нет, о нет, он здесь! Он меня схватил! Да что ж ты будешь делать? О, Господи, от меня кровище разлетается во все стороны. Отпусти меня, чёрт! Отпусти! Да что со мной происходит? Где этот монстр? Блин, здесь уже совершенно другие монстры, а не какие-то, блин, телепатические. Если того я видел... А, вот он, вот он появился! Жесть, какой же ты мерзкий! Пожалуйста, отпусти меня, не избивай меня! Чёрт побери, он опять меня не отпускает! Я даже выстрелить не успеваю! Так, прыгаем вниз! Прыгаем вниз в небольшое укрытие! Отпусти меня, сволочь! Отпусти меня! Он меня пожирает? Он меня пожирает! Блин, вот сейчас уже мне от него, наверное, не отвертеться. Но от меня зависят жизни, жизни сотен людей, сотни выживших, тысячи выживших, которые остались под землёй в метрополитене. Они надеются, что я смогу прогнать этих тварей из города. Слушайте, кое-как я смог выбраться из его лап и добраться до того самого башенного крана. Я не знаю, куда он подевался, может быть, он уже ждёт меня наверху. Судя по тому, что он вытворяет, это вполне возможно. Но делать нечего, будем подниматься всё выше и выше. Зачем люди воевали, непонятно. Сначала они воевали между собой, теперь мне приходится воевать с этими тварями вокруг меня. Но, по крайней мере, этот монстр вроде от меня отстал, я могу полюбоваться на заснеженный Лос-Сантос. И уничтоженный тем временем. Кстати, смотрите, на том здании работает антенна. Видимо, инженерам всё-таки действительно удалось запустить ракеты. И эта антенна отправит сигнал прямиком на них. Итак, последние несколько метров меня отделяют от вершины этого башенного крана. Идеальное место для того, чтобы пометить точку сброса ракет. Я выше всего города, почти на самой высокой его точке. Отсюда всё как на ладони. Как я понял, моя задача пометить вон тот район. Потому что именно там гнездо этих монстров, которые меня атаковали. Давайте, знаете, что сделаем? О, здесь можно подняться ещё выше. Всё, выше меня только облака и небеса. Что же, достаем тогда наше оружие. Полетела, родная. Наслаждаемся гигантским фейерверком. Ну что же, моя задача выполнена. Пришло время прыгать отсюда, пока меня не снесло этой взрывной волной. Фух. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот импровизированный сюжетик Metro 2033 в GTA V, воссозданный лично мной. Так что обязательно ставьте свои зверские лайки, если это действительно так. Не забудьте также подписаться на канал и смотрите другие мои видосики по GTA V и не только. У микрофона был Мистер Кей. Вступайте также в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хороших игр, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok